Наталья Владимировна, Алексей Косороков, корреспондент Переграда, так как Наталья Валерьевна в отпуске, вы ее замечали. Она мне сказала никаких... Нет, просто мы хотели узнать, почему-то такая ситуация вышла, что очередь. Ну, очередь вчера была, например, в Вашей. Все стояли и не игнорируют посещение МФЦ. Игнорируют, то есть маски не одевают, да? Нет, не идут в МФЦ. У нас четыре филиала по городу. Пожалуйста, соглашение с ними подписано. Пожалуйста, там в МФЦ по 10 окон. Заходите, все МФЦ принимают. А, то есть, вообще по привычке... У нас все на окошке повесили, на двери, при входе. Понимаете, для того, чтобы здесь осуществить прием, я даже на все меры предосторожности соблюсь. Поймите, когда стоит здесь очень много народ, сейчас на Кольсан Секундочку, невозможно и дистанцирование организовать людям, и то, что прописано во всех постановлениях, как должна осуществляться работа в организациях, где определенное помещение. Наличие вентиляции хорошей, наличие и маски, и санитайзеры, чтобы это все было. Понятно, здесь при входе, вы видели у нас как, небольшой участочек, и дальше мы разлинеяли вот это метровое дистанцирование между людьми, но запустить все в здание нет возможности. Здесь не занимаются только детскими пособиями. Здесь и опека и попечительство, и инвалиды-пенсионеры, и вдовы, и чернобыльцы, и усыновление. Ну, тут все вопросы, поэтому мы организовали прием по детским пособиям внизу, в один день, четверг, и стояли здесь не только с трех до семи, и потом люди стоят повторно, зачем, спрашиваются. Если вы через портал госуслуг заявления подали, мы все их зарегистрировали, вот мы взяли даже дополнительных людей, обучаем, чтобы помогли. Сразу, одновременно свалилось через портал 7 тысяч бланков заявлений, а специалистов на обработку, ну, 10. У них нет больше численности. Для того, чтобы посадить 100 человек, и как расчетный центр дать всем задание для расчета. А они приходят для того, чтобы подать документы, да? Узнать. А в какой процессе рассмотрения моего заявления? Потому что 20 дней прошло. А вот в работе все находится. Почему у нас задержка? У нас через портал подается только заявление. В заявлении человек отобразил фамилию, состав семьи, но при этом не прикрепляется ни паспорт, ни свидетельство о рождении, ни доходы. Только, как президент сказал, одно заявление вам бегать не надо. Мы, со своей стороны, должны отправить, получается, на каждого человека по 8 запросов. В милицию принимают, ну, в полицию, в УФМС, где уже с кем договора. Принимаются только персонально на каждого. И если мама или папа не указали здесь состав семьи, я могу в полицию отправить запрос только на того, кто себя тут записал. А полиция мне не отвечает состав семьи, сколько ли. То есть, как я могу узнать, чтобы подсчитать совокупный доход всем. Загвоздка. Смыв не работает. По месяцу ждет. Что не работает? Не работает ответы электронные на запросы о регистрации людей. Месяц ждем ответы на запросы. Как я людям могу сказать? Вы подали? А оно... Почему? Потому что у меня нет ответа. Налоговая. Сколько мы мучились с ней? Доходы. Только можем узнать налоговую. А у человека от доходов. А в среднем, чтобы людям сказать, сколько уходит на рассмотрение одного заявления с учетом всех этих трудностей. Вот тот, кто говорит, у меня нет компьютера. У меня нет ничего. Я говорю, ну, пожалуйста, в МФЦ. И если они сдают все полное по тех документах, то уже как бы посмотреть. В МФЦ сразу лучше сдавать, да? Конечно. Это их право. Потому что МФЦ где-то сканирует их документы. И я хотя бы, даже незаверенно, увижу адрес, я в милицию не запрошу. Я уже вижу, где он зарегистрирован. По остановлению написано, ребенку, который прописан с родителем, не гражданам, не положено. А здесь стояли очень много еще на 16-18, на другое постановление сдать. Их уже на сегодня мы посчитали 1594 заявления. Это на 16-18? Да. А на... С 3 до 7 там 7300. 7300 человек. Это на 1 июля, я вам июля говорю. И эти даты еще не посчитали. Как справиться с этим? Объемно. И это, понимаете, если постановление, которое Путин первое сдал, 418 на рождение ребенка, там хотя бы так, с 2018 года назначаем, у кого родился с 2018 года. Но эти дети начали рождаться, они приходили, мы назначаем, они приходили. А когда постановление с 3 до 7, сколько людей живут в городе, мы только город обрабатываем, уже у них есть эти дети. И вот этот объем сразу рухнул. А как справиться? Плюсом еще запросы, ответы. Как справиться, если тебе еще тормозят? Я понимаю, потому что полиция, может быть, тот, кто сидел один-два человека на ответах, ему вот это рухнет сильно. Как вот это за 1-3? Это должно было изначально быть проработан вопрос о том, у вас все отлажено электронно. Я написала мне через 5 минут ответить. Я написала мне через... Другой разговор. Значит, что бы советовать людям, чтобы они шли в МФЦ, а не сюда, да? По большому счету. С полным пакетом документом. Если есть возможность, пусть захватывают с собой и паспорта, и свидетельства о рождении, не просто заявления. Это по законодательству они только заявления пишут. А МФЦ-то где у нас? 4 филиала сфотографируйте, там все адреса написаны с телефонами. И на входной... Которые они подарили, да? Через портал Госуслов. Понятно. А вот там столько документов. И в другом кабинете. У вас все завалено этими заявлениями буквально, да? А как вы считаете? 7300. Я же вам говорю, это только не от 3 до 7. Это большой объем. Это не только от 3 до 7. Понятно. Мы приобщили сотрудников. Вот я вот там девочку выкладываю. И здесь все у девочек завалено. Это все как раз по этому вопросу. Все детские. Ну так вы поймите, здесь не только от 3 до 7. Здесь и 16. И на рождение первенца, и материнский капитан, и маленькие пособия, которые 200 рублей по уходу за ребенком. И на рождение, и до полутора. И ТКО мусор, многодетные семьи. Это что, удостоверение? А сотрудников у вас не хватает, конечно. А как вы, я вам говорю, 13 человек вверх. Те, которые не хотят идти в МФЦ, им надо вот по старинке сесть, чтобы перед лицом, и те, которые из Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, вот эти все очень долго пишут. Потому я и говорю вам, показала, где заявление, и даже если он придет в МФЦ, он уже свою фамилию, паспортную напишет туда. А на другой раз и паспорт, и они пишут. И это опять задержка в милицию о данных. Какие? Потому что в компьютерах обязательные поля заполнения. ИН снился, потому что... Даже пол, женский, мужской. Да. Налоговая не отвечает без наличия ИНМ. А люди же не принесли. Нам надо сделать сначала зайти на налог.ру, задать паспортные данные, чтобы ИНМ... А потом здесь... Это все тормоз у специалистов. Понятно. Ладно. Детские, да? Угу. Здесь вот эти. И вот сюда еще повесено. Вот сюда. Чтобы люди расходились. И вот здесь все повесили тоже. МФЦ и телефоны. И что в масках, перчатках. Ну все, понятно. И вот чтобы здесь как-то так... Ну... Поэтому мы вчера сорганизовали. И они, понимаете, выстроились по порядку. Но зато ни шума, ни гамма, ни мата не было. И они поэтому растянулись и аккуратно стояли. Не было такого... Лавочки вот сюда выставили. Да, вчера, правда, нет. Вот, но... В понедельник выставляли сюда лавочки пенсионеров. Сюда выставляли все лавочки. Ясно. А, спасибо. Спасибо. Продолжение следует...